Футболу все возрасты покорны. Игрокам, о которых мы сейчас вам расскажем, уже далеко за 40. Но они ни в чем не уступают на поле своим более молодым соперникам. Более того, команда ветераны Ингушетии накануне стала победителем шестого чемпионата Южного и Северокавказского федеральных округов по футболу среди ветеранов. О возрастной команде с большим спортивным потенциалом расскажет Салим Хамхоев. Изначально претендентами на победу в ветеранском турнире считались Красноярская и Ростовская команды. В итоге Кубань победитель прошлого года заняла лишь третье место. А ростовчане еще в четверть в финале сухую уступили будущему победителю – команде из Ингушетии. У ветеранского футбола своя специфика, когда игрокам за 40 скорость и выносливость отступает на задний план. А на первый уходит техника, команда дух и воля к победе. Команда ветеранов Ингушетии на своем футбольном веку столько повидала, что можно с уверенностью сказать – этой команде уже не нужен молодняк. Раньше с нами не так сильно считались на разных тренирах. Ребята, которые поиграли в чемпионатах России, Премьер-лиги, Кубань, Краснодар, Ставропольская, Динамо, Таганрог, Ростов. У них ребята, которые всю жизнь занимались футболом, зарабатывали на этом хлеб свой. Поэтому нам немножко тяжеловато было. Но тем не менее, с нами всегда считаются на эти тренировки. Потому что, если даже мы немножко классом уступаем, ну, духом и сплоченностью мы берем класс. Как говорят, порядок бьет класс. Каждый день после работы игроки команды собираются на поле в Аль-Юрте, где проводят усиленные тренировки. В этой упорной работе над собой, считают они, и есть секрет победы над командами, укомплектованных игроками высшей и премьер-лиги. Там играли все игроки, играющие первой лиги, высшей лиги, премьер-лиги играли, игроки-то против нас играли. Конечно, трудно было против нас играть. Но я основной, я самый старый для нас команды, да. Я выходил на 5 минут, на 3 минуты, менялся, выходил, заходил, так, менялся. Сегодня команда ветеранов Ингушетии играет против плеистских мангустов. На кону выход в финал республиканского чемпионата. И сказать, что молодая команда гоняет более возрастную, язык не поворачивается. Наоборот, ветераны уже в начале первого тайма открывают счет и уверенно рвутся к победе. А капитан Мангустов шутит, что просто его команда из вежливости уступает старшим. Сегодняшняя у нас игра идет с нашими старшими братьями, отцами. Они очень хорошо подготовлены. Даже мы у них учимся некоторым упражнениями, игре, даже как бы опыту их нему учимся стараться. А так наш чемпионат проходит очень интересный. Девиз ветеранов – футбол – наша жизнь. И сколько бы нам ни было лет, мы всегда будем хотеть выйти на поле. Илес Ильев с детства полюбил футбол. Сегодня ему 51, но и теперь на поле его не отличить от молодых и подающих надежды игроков. Ветеранский футбол у нас в республике как такового его нет, потому что у нас всего одна ветеранская команда. В других регионах проходят чемпионаты среди ветеранов. А мы участвуем в чемпионате республики, с молодежью играем. Ну, пока тут вниз глаз, здоровья хватает, бегаем с молодежью и на равных играем с ними. Почевать на лаврах ингушским ветеранам некогда. Уже в сентябре они вновь оденут бутсы и отправятся в Самару, отстаивая честь республики в финале чемпионата России среди ветеранов. Доказывать и соперникам, и болельщикам, что именно их команда достойна первого места. Салим Хамхоев, Адам Далаков, Новости 24.